Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это Академия Счастья. Поговорим сегодня о силе намерения, насколько оно может быть сильным. Потому что когда у человека вот это сильное намерение, он, по сути, творит чудеса, или его намерение творит чудеса. Вы наверняка замечали, что вот когда у людей сильная вера, то они идут через большие препятствия и справляются с ними. То есть эта вера показывала, что люди действительно могут достигать невероятных достижений. Будь то была вера в Бога, или вера в свои собственные силы, или вера в то, что так и произойдет. Вера это знание. То есть не просто, знаете, как бывает человек, ну вот как говорят, слепая вера, верит во что-то, но он как бы не чувствует этого. Просто он где-то там узнал об этом или прочитал. Нет, это как ведание. Вот в русском языке было очень важное слово. Ведать, как знать. То есть и отсюда слово было вера. То есть ведание изначального истока. Ра. То есть как бы изначального знания. И вот в этом состоянии человек действительно может достигать невероятных результатов. Почему? Потому что в нем открыт этот канал. Я рассказывал в одном из своих видео про канал совесть. То есть когда человек соединен с Высшим Я, или с Абсолютом, с Источником, и в нем этот канал открыт. То есть открыт это в каком плане? Что он чувствует вот эту взаимосвязь со Вселенной, с собой. Чувствует взаимосвязь с Создателем. И когда он чувствует это, у него вот идет поток, наполненность. То есть он знает, куда идет. То есть он ведает, что делает. И тогда он может достигать тех вещей, которые действительно очень важны по жизни. Которые именно для него. Которые помогают ему в улучшении. И не только ему, но и всем остальным вокруг него. Поэтому этот канал совести, он настолько важен, что если человек его перекрывает, или кто-то помогает ему его перекрыть, да, то, соответственно, его жизнь начинает разрушаться. Он начинает скатываться по наклону. То есть начинает делать недобрые дела, потом скрывать их, потом его состояние еще ухудшается, он отдаляется, начинает быть озлобленным, ищет причины во внешней среде, почему другие неправы и так далее. То есть это такой цикл, который спускает человека вниз, вниз, вниз по наклону. Если ничего не делать, то это состояние будет продолжаться. Поэтому очень важно развернуть человека наверх. То есть если он уже начал как бы скатываться вниз, развернуть его наверх и дать ему возможность открыться. То есть дать ему возможность убрать то, что сдерживает его. И в первую очередь это важно освободиться от тех вещей, которые вы делаете против, скажем так, своей воли, против внутренней правильности. То есть против того, что вы считаете правильным. То есть вы совершаете какие-то недобрые поступки, обманываете, лжете, где-то недоговариваете. То есть происходит то, что вы чувствуете разделенность. И вот когда вы освобождаетесь от этих, скажем так, недобрых дел, проступков, каких-то вещей, которые вы делаете неправильно, по вашему мнению, которые вредят вам и другим, тогда происходит раскрытие. То есть вы освобождаете, как бы снимаете этот груз и восстанавливаете свое достоинство, целостность и честность. Вот я применяю для этого что? Я применяю для этого процессины, которые позволяют человеку убрать вот эти случаи негативные. Там, где он делал что-то плохо или неправильно, или в отношении него делали. Или может быть даже он наблюдал, как кто-то совершает какой-то проступок, но не остановил это, не умешался. Вот мы это все очищаем. И очищаем в полной мере. То есть чистим ли эту жизнь, прошлые жизни. И, соответственно, у человека восстанавливается его духовная целостность. И второй момент – это еще обучение основам жизни. То есть когда человек находит свой кодекс чести, и, соответственно, когда он нашел свой кодекс чести, он начинает следовать ему. То есть там есть определенные пункты, правила, да. Но самое важное, чтобы человек понимал, что это действительно как бы его, то есть что он не навязан, какие-то не навязанные правила, как нам часто говорят, законы, а чтобы человек жил по собственным правилам, так как жили раньше люди по кону. То есть в данном случае это то, что действительно приносит максимальную пользу для максимального количества людей, других живых существ и так далее. И когда человек живет таким образом, то у него жизнь налаживается, то есть у него происходит расширение. То есть он все больше и больше включает в свое пространство других существ и помогает им. И поэтому цель – это расширение. Вот я создал проект Академии счастья как раз для расширения, для того, чтобы приглашать людей в этот проект и для того, чтобы каждый мог участвовать в улучшении качества жизни. То есть путем исцеления собственного прошлого, настоящего, будущего в процессинге и обучения. То есть каждый человек, более того, может улучшить свое состояние, то есть убрать у себя вот эти негативные, болезненные симптомы, открыть канал совести и восстановить свою целостность и честность, убрать подавление из своей жизни. Когда вот жизнь идет тоже по наклону и очень часто есть кто-то, кто подавляет вас, то есть подавляющая личность. Очень важно обнаружить ее и убрать из своего окружения. То есть сделать так, чтобы вы могли действовать осознанно. Всему этому я обучаю на своих курсах. Вот и провожу процессинг, где помогаю человеку прийти к собственным озарениям, к собственным пониманиям жизни. Поэтому, друзья, если вам чувствуется, откликается это, то можете написать мне в личные сообщения и мы пообщаемся об этом подробнее. И я выслушаю вашу ситуацию и расскажу, как можно это урегулировать, как я могу помочь в этом. Сейчас сделаем небольшую практику, как обычно мы делаем уже в наших видео. Закройте глаза, создайте пространство для сессии, потом почувствуйте себя в этом пространстве, как сознание, ощутите свое тело в этом пространстве. И потом почувствуйте, есть ли какие-то вещи, которые вы делаете против своей воли, то есть где-то вы где нарушаете свою целостность. Вот. То есть где, ну, кто-то, например, заставляет вас, или вы чувствуете, что что-то, например, ну, как бы так правильно сделать, а вы делаете не иначе, потому что так нужно. Вот. Отметьте эти вещи, да, то есть которые вы делаете в разрез своей целостности. Вот. И потом возьмите одну из них, ну, какую-то, которая больше всего, допустим, вам откликается. И, как бы, просмотрите ее, перепроживите с полной осознанностью и посмотрите, что там произошло, почему вы начали делать так, почему вы отклонились от своего пути. То есть обозначите точную форму, место, событие, факт, что произошло, как это произошло. Вот. И таким образом вы воспроизводите это, как есть. То есть не уклоняясь от этого, а наоборот, рассматривая как сознание, что произошло, как и почему. И вот тут важно так сделать с каждой вещью, которая была у вас сделана неправильно, некорректно. Вот. Вы можете потом, когда вы так просмотрели эту вещь, записать кратко, что произошло, как и почему, чтобы вынести это на бумагу и, скажем так, освободиться от этого. Очень важно, да, потом сделать так со следующей вещью, да, то есть то, что было сделано некорректно. Вот таким образом вы исцеляетесь от проступков, от того, что у вас произошло в жизни некорректно, неправильно, от того, что было сделано не во благо, а больше во вред. И вот так очень важно это продолжать эту практику до того, пока вы не почувствуете облегчение. То есть пока вы не почувствуете, что больше на данный момент ничего нет. Вот это не значит, что все полностью, вы закончили. Но на данный момент вы почувствовали облегчение, и на этом можно закончить процесс. Вот. И самое важное дать себе подтверждение, что это завершение и потом повторить, да, на следующий раз. И если придет что-то еще, то тоже перепрожить это, записать, чтобы вы могли исцелиться от этого. Если что-то не получается, где-то как, не идет процесс, то опять же пишите мне в личные сообщения, мы сделаем бесплатную консультацию, где я покажу, как это сделать правильно, корректно, чтобы вы могли действительно исцелиться от этого. Вот, друзья. И, конечно же, если это видео вам полезно, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Оно будет тоже им полезно, и они смогут применить его в своей жизни. И включите колокольчик, он напоминает о тех видео новых, которые выходят на моем канале ежедневно. В описании указаны мои книги «Мир и полного». Мир и вечного познания и полное исцеление, которое вы можете тоже скачать, прочитать по ссылкам, вот, и узнать больше и о процессинге, и о том, как можно с помощью намерения создавать свои вселенные. Поэтому намерение очень важно. Когда у вас это есть сила, то она есть тогда, когда вы знаете, что вы целостный, честный, и что за вами правда. Вот. В этом случае намерение будет максимально сильным. на сегодня, друзья, мы будем заканчивать. Я вам желаю счастья, осознанности, вот, и всего наилучшего. Мы увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока посмотрите те видео, которые у вас появились на экране о процессинге, об исцелении и мой сайт, там, где больше информации обо мне и о тех технологиях, которые я применяю. Вот. Вам еще раз желаю осознанности. Мы увидимся с вами завтра в следующем видео. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok